Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Парапет открыт 2 в 2 Вот здесь уже смотреть становится Действительно интересная ошибка от игрока Защита, непредвиденная агрессия Но его надо забирать Фич пытается манцевать Обходит плен Делает минус 2 в 1 И минута времени до конца Остается в запасе Чтобы разыграть эту ситуацию Максимально продуктивно Что предпримут ребята из Пати? Попытка установки бомбы Ее продроп На волоске висела На волоске висела бомба Сейчас у Пати Могли ее забрать И ситуация была бы 1 на 1 Но не тут то было И команда из Казахстана Сейчас блеснула мастерством 3-1 И первый девайс не забрали Что ж повтор ключевого минуса Для открытия точки Б В принципе только этого фрага и не хватало Ну ТТТ конечно поспешил Но можно было и Не торопиться Вот опять же АВП ТСЛРа друзья На ваших экранах Тоже очень специфическая ошибка Он поспешил Он поспешил Но он спешил не для того Чтобы Не потому что там Он что-то не знал Да он хотел Напугать оппонента Удивить их И сыграть непредсказуемо Но в итоге Остался просто С ВП стоять И его джали с двух сторон Бедняга потерялся Но с его конечно стороны Можно было бы и не выходить В эту аркаду Не пытаться действовать Непредсказуемо А просто подождать тиммейта Ну и все Сейчас может свестись К счету 3-2 Если команда Харден Плей Нас не удивит Чудесным приемом Б-планта Дрим Минус АВП Два скаута в живых Один скаут в живых У Харден Плей Ну и Б-плент Полностью под контролем Команды Пати Как тебе команда Из Казахстана Ну если честно Мне вот в группе А В группе А Я сразу вижу Вот по двум матчам Которые посмотрели Что 420 На карте Мираж Смотрелись очень хорошо И ребята Из команды Пати Очень хорошо Смотрелись в первом матче И тут стоит отметить Что Пати В первом матче Друзья начинали далеко Играть не в свой КС У них ничего не получалось Ни в первой половине Ни во второй И только потом Пошел экшен Что ж Момент от СЛР Ну унес с собой Пару человек в могилу Но счет тем не менее 3-2 И начало в принципе Весьма Весьма стандартное Для равных команд Потому что первые 3 Достались Харден Плей Но с первого девайсного И первой попыткой Пати все таки Размочили счет сразу И сейчас Сейчас будет просто Это миф о супер форс Оружейке Команды Харден Плей Потому что Вот знаете куда любят Ходить казахи На Б Это как бразильцы Старый прикол С бразильцами Которые ходили Против Команды на одном Из лентов США На Б Только на Б Только на Б Вау Пьяный мастер СЛ в блайнде Испугался Зажал Ну и дальше мы видим Чем заканчивается Этот выход на Б Я не удивлюсь Если следующий Девайсный раунд Будет с игром на Б В принципе Было бы неплохо Может быть Харден Плей Там даже втроем Станут в следующем раунде Судя по тому Как пати Туда любят ходить Ну самое главное Опять же Позиции на инфу Играют против Своих бывших Тиммейтов Кстати Я не знаю Там все истории Трансферов Потому что Опять же Трансферная история СНГ КС-сцена Пока является Очень Скользкой Но Опять же Команды же В СНГ Друзья играют Сейчас Без спонсоров Ну не Ну может быть Есть там Какие-то спонсоры Но это не значит Что здесь Там платится зарплата Еще что-то Поэтому Трансферная сцена Здесь не обсуждается Ну например Международная Киберспортивная пресса Точно Только в редких случаях Когда какой-нибудь Сайт порнушный Берет какую-то команду Это по-моему Единственный случай Поэтому Если честно Я не знаю Кто здесь Чей бывший тиммейт Но Уверен точно Что вот эта карта И этот третий матч Группа А Будет достаточно жарким Что ж Хоббит игра От коннектора Его должна оставить Вот Вот она ловушка Ловушка Как и от команды Матик Но тут Очень гибко играет Галантис Вот после того Когда такая ловушка И действительно Ключевая позиция Теряет свою актуальность У игроков Команды Пати Начинаются проблемы С принятием решения То что с принятием решения А вообще с позиционированием Ну дальше соответственно Логично Харден Плей Подумать Что в лифте Будет чувак Давайте занимать лифт И смотреть Если он там Они его там находят Три в два Размена ковры А плента не сыграли АВП в исполнении Галантиса Очень жестко Очень жестко Сыграл против Оставшегося Дуэта И попытка Задавить Страйкера Минус риск Два в одного Не Ну здесь будет пот Правда Время поджимает Игрока нападения Он это должен знать Обходит дым 14 секунд Можно зайти в план Джангл его не прочекал Бомба на руках И он проходит на Ооо Ну здесь совсем не то 7 секунд Надо ставить бомбу Бомба ставится Но здесь Залетает прострел Против стрейфа Боже Галантис просто космос 4 минуса в раунде И только снайпер Команды Харден Плей В действительности На Апленте Отыграл На 100% Остальные Просто пропали Полезли Погибли Были задушены 4-3 4-3 Атака на Аплент Остановлена Но экономически Ребята из Харден Плей Все еще проигрывают Потому что денег Не остается На комфортную закупку Это значит Что хороший раунд Подсмоки Для пати Будет оптимальным Вариантом Для нападения И посмотрите Куда идет Три игрока команды Из Казахстана Вау Галантис Галантис Встречает своих Соотечественников С распростертыми Объятиями В скупе И самое главное Минусом фича И все И все И пати не знает Что дальше делать Ковры то мы не заняли А как мы без ковров На Б будем играть Вот такой наверное вопрос Сейчас себе задает Команда пати Тем не менее Перетянулись И попробует Реорганизовать Немножечко Свою атаку Но выходить будут Опять же туда Куда выходят Почти каждый раунд В меньшинстве Ну за исключением Предыдущего Хорошая флешка Хорошая вторая флешка Но Провалили Провалили с выходом К сожалению Все равно провалили Ребята И спать этот выход Буквально Вот чуть-чуть Не хватило здесь Для того Чтобы сыграть Правильно Ну просто При таком выходе В доме терять Нельзя было Никого Мага один на один Против Дрима Ну и Казах Против Казаха И О да Так все здесь Интересно Никого Вау Ну мага даже Не поверил здесь Мага даже Здесь не поверил Что его обошли В спину Ну знаете Магу оправдывает Полностью его пинг Потому что Именно пинг Не позволяет Разыгрывать Снайперские моменты Агрессивно Мы уже видели Эти попытки Опять же ДДС-2 Друзья Ребята из Пати Выиграли У коллектива Из Литвы Но Там мы видели Что действительно Пинг проблема И это большая проблема Опять же С реакцией Все у маги в порядке У него здесь Просто дупа решает пинг Ты не успеваешь повернуться Нет Ты успеваешь повернуться Но пинг не позволяет Модельке вовремя выровняться Что ж Двойной парапет От Харден Ого Вот это Хоббит зашел В гости Такого точно Никто не ожидал А здесь еще Двойной сюрприз Накормил Кин первого Второго тоже Нет Только на Текнайнах Посмотрите Какой-то прямо Фнатик из Казахстана Просто Без калашей Спокойно И обратите внимание На какой план Сходили ребята Из команды Пати Я так подозреваю А Они играть не умеют Но вот на Б На Б У них просто Невероятная Везучая способность Открываться Убивать еще И с опенфрага И Самое главное Они закрепили Свой успех Тем что Вообще В наглую Зарашили кухню Заняли Агрессивные позиции Казнили Что ж 5-4 Раунд Преимущество За Харден Плей И Они его сейчас Просто потеряют Ну если конечно Косяков Каких-то казахи Не уколет Такое может быть Потому что Именно Эти ребята Могут где-то Сыграть Неправильно Или Слишком агрессивно Как например Сейчас мы Видели Ситуацию На Б Планте Он просто Комбо Вот мне сейчас Интересно Хард А не Все услышал Услышал Рампы Но здесь СЛР может Сделать минус Если он Делает свой Минус На Тетрисе То это Меняет полностью Всю картину На карте Потому что Бомба встанет В состояние Столбняка Но СЛР не лезет Он будет доигрывать Зная о том Что игроки Есть в яме Он будет доигрывать Позицию до конца Приходит Трис Начинает чекать яму И видит одного человека Не знает о том Что выход был в Тетрис СЛР И Ооо Ооо Вот это Поворот Но Позиция проиграна 2 в 3 Ситуация Нужно действовать И тем не менее Перекрестный огонь В последние секунды Удается создать Харденплей Красный ящик И коннектор Играют очень важную роль В этом моменте 30 секунд до конца И 1 на 1 Тройной АТ Против Страйкера Вот они Вот они Демки Мувики Сложные моменты Но страйкеры Сейчас не верят В то что Игрок защиты Вообще покинул Позицию От Делпена КТ Респаун чистый И шанс здесь Только один Установить бомбу Вап Ну и вот Как он здесь Не понял Что скорее всего ТТ просто пойдет Через КТ Либо в коннектор Абсолютно не ясно Такая ситуация Должна была Быть им прочитанным Ну может быть Не дали инфу Повтор Повтор друзья Невнимательная игра Но здесь Опять же Сороковая секунда И Играя против Эка Думать о том Что там Кто-то мог остаться Это было бы Не совсем уместно Хотели атаковать До 20 секунды И установить бомбу Поэтому торопились Тем не менее Не прочекали Банальный столб Банальный столб И все закончилось В действительности Неприятностями 6-4 Галантис на Б Не разыгрывает Ну не разыграл Своё АВП на максимум Тем не менее Минус был Меченство за защитой По-моему Ри знает о том Что здесь Есть попытка захода в спину Невнимательная игра От фичей И снова Только-только Вот казахи Наверное подумали Что вот у нас есть От чего отболкнуться Это Б-плэнд Как в тот же момент Б-плэнд выбивается Одной Скажем так Сники позиции Но в итоге Абсолютно нормальная Ротация на карте У нападения Они По информации Сыграли Очень строго И красиво Открыли аркадку Минусом На плэнте И бомба уже есть Ситуация весьма сложная Со всех сторон Могут выйти в спину Игроки нападения Хардом плэй Потеряли много времени Пока перетягивались Под Б-плэнд Да по-моему Вторая бомба на Но на казахам не везет Поэтому скорее всего Мы сейчас возможно Станем свидетелями Этого нет Кин И посмотрите Какой молотов Я так понял Это Я понял Он должен был Дефузить И кинул вместо дыма Молотов Дым это не было И чё Чё Главное молотов Игроков защиты Это молотов Не команды пати На бомбу Этот молотов Положил СЛР Сам Себе Не конечно Мы видели Дефузов молотов Но вот чтоб Вот прям Это даже не Зевский бирж Это что-то Совершенно Совершенно Другое Ладно Тем не менее Раунд ребята Из команды пати Взяли Сейчас накажут Магу И тут по сути Остается Численное преимущество За игроками защиты Есть два девайса Которые в принципе Надо реализовать Но Хоббит уже помешал Попытке закрепиться На центре Уверенная игра В коннекторе Фич спасает Своё положение На ТРСП А вот подобранный АВП Галантиса Сейчас начнёт решать И решать по-моему Начнёт очень многое Что ж Ошибся Немножко Рис Не довёл дело до конца Его перекрывает Прыжок Галантиса Должны были слышать Будет чек И Галантис Плохой тайминг Просто плохой тайминг Вот Когда убрал АВП Вышел соперник Шесть Шесть Вот это Скоро у нас будет Действительно Весёлый такой Как бы так сказать Аргумент Это Зевс И его последователи Парни простые Видят молотов Садятся Дефузить Ну серьёзно Ну ладно СЛР просто волнуется Опять же Его команда Проиграла первую встречу Во второй встрече Они играют с коллективом Который Морально Их сейчас должен быть На голову выше Потому что Они свою первую катку Выиграли Ну играет пока По факту Вот Галантис Играет Галантис За команду Hard and Play Пока только он один По моему Здесь действительно Выделяется Именно потому что Каждый экораунд Каждый девайсен раунд Он создаёт Максимум напряжения На своих Бывших тиммейтов Как нам написали Об этом В твиттере 13-й раунд 50 секунд До конца Бомба Отправляется На Б Всё Всё по плану Всё по плану Пока идёт у команды Пати Бомба Б Это нормально Ну и Hard and Play Уже начинают Знаете Вот тихо Шифером шурша Они начинают понимать Что по ходу Это Б Ну и здесь Развязка будет Очень жёсткая Потому что Оооо Зря Очень-очень зря Что ж, остаётся Одна ловушка Только стоять Это ТТТ Игрок защиты Уходит под АП Один фейк Первый таймер Секунд Не чек Не дочекал Здесь немножечко Сейчас Страйкер Своего оппонента Тем не менее Ситуация была осознана Приходит Гавантис Идеальный суппорт Первый минус Сдаёт Но с коупом Не успевает выстрелить По своему Оппоненту на коврах И Два в два Один в одного В спину заходит В этот момент Рис В самый ответственный момент Забирает плент Ну и мага здесь Счёт 7-6 Hard in place Снова на одну очко Впереди Но это только Начало И для них И для соперника Не ясно Кстати бонусом Они ещё и экономику Сбривают команде пати Но у них уже есть 6 в атаке Это по-моему Вполне достаточно Чтобы В действительности Играть комфортно Вторую половину Но Казахи Серьёзно настроились Посмотрите Берут тек-9 И вторые арморы Уже без страйкера Остались Стабильно погибают Страйкеры Мага на центре Пробед И здесь должен быть Минус от хоббита Да он его делает 2 в 2 За считанные секунды Выравнивается ситуация Hard in play Получает Действительно Очень Дискомфортную ситуацию По позициям Изначально Но Всё вырулилось Отдаётся Мидл Галантис ВП Это самое главное Потому что Именно его ВП сейчас будет Ключевым Оружием В этом раунде Но Галантис Не дожидается Поджима на КТ И вынужден идти И вынужден идти Либо сейвиться Либо разыгрывать Бездействие на выбивании Один минус делает И походу Да он слышал Он слышал Игрока в центре Он знает о коннекторе Он уже просто туда Заранее смотрит Ждёт игрока Слева Чек Слева Нет Он ждал справа Галантис Уход в яму Но это сейвкин Пошёл его догонять Сразу же Почекал Ну понял Что скорее всего Тут будет сейвить Суэвок И встретятся ли они Вот прямо сейчас На центре Пока непонятно Но Галантис готов Такое ощущение Что очень тяжело Сейчас двум командам Вот что Харденплей Что там Ооо Галантис Дефьюзич в молоте Это киберспортивно Нам написали Кто-то пишет Что мага не попал Ни одного выстрела С АВП практически Что очень странно выглядит Но здесь знаете Есть небольшое Оправдание маги У него пинг 120 Ему даже оправдываться Не надо У него просто 120 пинг Что вы от него хотите Он на первой карте С АВП не мог Нет Попадал Но реально В раундах Где надо было сыграть Сака он не мог Но с пингом Больше 80 Можно по-моему И только с АВП Ну и это комфортно Страйкер Минус Дрим Что же Проход на Б-плент Был засчитан Там уже на выдержку Стоит мага И вот именно От маги сейчас зависит Чем закончится этот раунд Кстати О нем мы и говорили Вот Вот он Ключевой момент Проблема здесь Просто одна бомба Осталась лежать на респауне Туда уже забежал рис Который Просто в коврах Или на респе В коврах Или на респе Ну самое главное Бомба здесь И он уже просто Оттуда никуда не уйдет Что ж Магу выкуривают С Б-плента Хоббит последний Выбора нету Надо идти забирать Его контролируют Так же А вот это что А это экстраординарная хрень Они не знают Где делся Где И самое главное Куда делся Хоббит И Хоббит может сейчас Наказать Аплент Если сыграет правильно Так вы должны были услышать А ковры Да услышали а ковры И это Несомненно Не самый лучший результат На снайпере Все должно закончиться Да Идеальный По таймингу Хоббит выходит В своего оппонента Дрим пишет Что за игра Одна минута Паузу просят ребята Из команды Пати Почему Непонятно Но видимо Вспотели Кстати это уже Вот первый матч Команды Пати Также закончился Со счетом 8-7 Что как-то Что-то странно Ну и групповой этап Друзья Этого отборочного Тура На ваших экранах Как вы видите Помимо группы А В группе Б Есть Эксплозив Фелисити Квест Энза Группа С Ревел Онлайн Ботс Сиб Вэй Ваншот И группа Д ХС Джи Кулак Ви Плей Артрейш Интересно посмотреть Кто играет в команде Кулак Двухсмысленное название Действительно Это двусмысленное название Кулак Повтор Повтор Одного из Моментов Первая половина Друзья Первый Двайсен раунд Именно В таком Вот ключе Достался Команде Патти Кстати Если бы они его не взяли Им бы было Очень-очень тяжело Ладно Я пока попробую Посмотреть Сейчас Состав команды Кулак Кто там играет Там играет Инсом Дестройер Плас Егорка И Латро Экс СССР По сути Дестройер Дестройер Вот знаете Ники Дестройер Это серьезно Так Также команды Виплей Есть в группе Д Которые у нас На сайте Виплей Называется И там играет Чинский Ивсар Санюча Непонятные Ники Действительно Есть Также еще одна Команда Из Литвы Это Артрейдж Друзья Из меня Выступает Тоже Относительно Неизвестные Ребята Но Двух Из них Зовут Того Прям так И зовут Того Или Того Типично Втроем Вот Три человека На центре Не могут Просто Убить Окно Но Зато Пробивает Спокойно Парапет СЛР Ковры Ну Ему Помогли Здесь Уже Сделать Минус Ситуация Три В четыре Харден Плей Выходят На Б Плэнд Пытаясь Взять Своих Оппонентов Тем же Чем Ребята Из Пати Обыграли Их Ну И Кино Можно Здесь Уже На нож Сажать Его холдят С двух сторон Он Обходит Первого Попадает По голове Через Через Я не знаю Как это вышло Но он Попал Все-таки По голове И счет Становится 9-7 Первые пистолеты Достаются Команде Харден Плей Опять же На том Самом Б Планте Знаете Если СНГ КС Сравнивать С КС В Европе То СНГ КС Легких Путей Не ищет Они Вместо Выхода Под Раскидку У нас Играют На Б Против Трех Пятером Без раскидки Заметьте Это уже Целый факт Ладно Немножечко Расстроились Ребята Из пати Мага Пострадал Сразу же В следующем Раунде Пытаются Форсировать События Пати Вместо Полного Эка Попытаются Разыграть ЦЗ Два ЦЗ Один Дигл И два Скаута Армор Еще Скаут И было бы Все нормально Кстати Именно сейчас Мага Должен отдать Армор Либо Хоббиту Либо кому-то Еще Потому что Это будет Как минимум Шанс Засейвить Эти Двайсы Но судя по позициям Команды Из Казахстана Вряд ли мы Здесь увидим Зверское Выбивание Вот это да Я не понимаю Что здесь происходит Вот казалось бы Первый матч Я еще Понимал Там где-то Что-то не получается А вот сейчас Я вообще Ничего не Как Кин Не попал Я не знаю Человек Стреляет В модельку Соперника Но мимо Габин Что ты делаешь Прекрати Так Лучше с китайским КСом сравнить Да не На самом деле Гнать не стоит Опять же Ребят Это отборочный тур Это первые матчи Группового этапа Отборочного тура Опять же Лишь 4 команды С этой квалификацией Окажутся На финальном миноре Я уверен Что на лане На лане Друзья Мы будем видеть В действительности Замечательный КС Не такой Как сейчас Просто Здесь Фишка в чем Здесь не факт Что вот эти команды Играют там хуже Все остальные В плане зрелищности В плане Опять же Тактических Каких-то действий Ведь мы смотрим Именно за тем Как команда Работает в плане Стратегии А не как Она безумно бешеная Играет наработанные Годами раунды Это если сравнивать Опять же С профессионалами Которые уже Катают несколько лет Именно за этим Этот турнир Именно за этим Но из чего-то Надо начинать СНГ КС Так что Минор торнамент Это самое Топ Пати Команда Пати Идет на центр Пати Ого Опять втроем На центре Не убили одного Это становится Стандартным Стандартной процедурой От команды Харден Плей В прошлом матче Кстати у них Было то же самое Здесь с парапетом Справляется Кстати по очкам Друзья У Харден Плей Пока что 0 очков У Пати Уже есть 3 очка У команды 420 тоже есть 3 очка И Следующий матч Скорее всего Будет Если здесь Выигрывают Пати Следующий матч 420 Будут играть Как раз таки Возможно Эта встреча Определит выход С первого места Если вдруг Не проснутся Харден Плей Короче Групповой этап Будет Действительности Ярще Чем мы ожидали Но все Несомненно Хотят посмотреть Группу Д Потому что Там будет выступать Команда ХСГГ Вот на их фоне Мы посмотрим Как выглядят Остальные команды Потому что Все мы знаем Что состав ХСГГ Весьма укомплектован Серьезными игроками Серьезными представителями Соревновательного КС из СНГ И Самое главное Сейчас этой команде Приписывают Очень большие перспективы Ну вот посмотрим Если начнут с Минора Хорошо То может быть Что-то В действительности Хорошее получится Вот это Вот это циркачи Посмотрите Артисты просто У которых Не то что нет Оскара Он им даже не нужен Они здесь У них все в порядке Они просто Подсадились в парапет Прибежали с USP И взяли раунд Ну возможно не взяли Хотя должен успевать А ну да С4 таймер же Теперь 40 секунд Поэтому Bomb has been defused На 5 секунд Меньше Была бы габелка 10-8 И походу Команда Hard and Play Решила все-таки Выиграть На карте Деми Рэйдж Напомню вам Что только что Они уступили Коллективу 420 В составе С Факсом И Мало того что уступили Это была их карта Но начинали они Играть Не За Щ Здесь конечно Первая половина Весьма серьезно Так Подфартило Начали на одной волне Но победа им нужна Очень нужна Что ж СЛР Уход из-под Нет Решила остаться Там Дабл Пуш СЛР Принимает Первый Примет ли второго Непонятно Мага уже ошибся Фич Фича не ждал Хороший проход Аркада сработала И по-моему Сейчас нет Не зачекали бомбы Бомба осталась лежать На телеге И ребята из команды Хардоплей Заняв центр Абсолютно спокойно Могут за ней Перетянуться И попытаться Перегруппироваться Для уже Финального нападения И я подозреваю Что это будет Аплэнд Но тут Наработки хорошие Опять же От Дрима Посмотрите Весьма Перспективная позиция В коннекторе ТТТ под ямой Весь раунд Тоже собирал инфу Кинхоббит Играет пассивно Ну и меньшинство Для игроков защиты Может стать В перспективе Тремя игроками На Но почему-то Вот вместо Вот если бы Фич сыграл Норийск И за Аркадил Сейчас бы Он уже бы Заходил в спину К своим оппонентам Ну а здесь что Абсолютно спокойный выход На Аплэнд Игра до контакта Кин не палится на Делпо Не ждет коннектора Дымы падают Только после захода на точку И занятия комфортных позиций Ну и выбивания Здесь уже не будет Здесь уже поздно Что-то выбивать Здесь даже сейвить поздно Как показывает нам сейчас Минус от Дрима И только Фич Игрок Б-планта Который выполнив Свою задачу В начале раунда Не покинул пространство Точки Б Не помог тиммейтам Но задача Скорее всего Была в действительности Не пропустить фейк И с ней Он точно справился Ну а еще Я ВП можно засейвить Хоть какие-то плюсы Для команды Пати И просто слезы на глаза Наворачиваются Прямо какой-то Кризис Кризисный Кризисов Им надо не то Что эко делать Им надо какой-то Супер эко делать Прямо со скидкой Итак П-250 в действии От команды Пати Опять же Поджим только на коврах У того же страйкера Харденплей Ждут ловушки Кстати Аркада сейчас Будет закрыта Галантисом И если это произойдет Я буду очень сильно рад Такому повороту событий Потому что Уж слишком нагло Играют там сейчас ковры И Галантис промахнулся Ой-ой-ой Страйкер бежит Обратно в Аплент И вот именно сейчас Номер один Должен был слышать Эту перетяжку в сайт Тут Харденплей Должны просто понять Одну простую вещь На точный струк Который побежит на Б Ну теперь они точно Это понимают Почему они по-прежнему Несут бомбу на Б Я не знаю Но инфа с Аплента Должна быть Должна была быть Железной Почему они дальше идут Ооо Ну это вот русские фильмы Друзья Аплент пустой Но эти парни Идут на точку Б Ситуация 3 в 2 1а 1б Номер один Остается играть в джангле Его можно выкурить Атака разворачивается Пытается уйти В этот момент Страйкер занимает Обратно Аплент Остается на контакте Хватит ли внимательности Не хватило Не поняло Что джангл был занят Тем не менее Бомба выбивается Еще раз За этот раунд И на ситуации 2 в 1 Харденплей Спокойно забирает Последнего Хоббита На парапете 12 в 8 Вот знаете Команда из Казахстана Практически не принимается Никаких попыток Работать Чуть более агрессивней Первый девайс Наиграли Вот за счет Флича Поджали бэплайн Сделали минус И то в размен Можно было закрепить успех Но не сделали Дальше эко-раунд Вроде бояться нечего Рисковать нечем Но пытаются Опять же Душить оппонента Но все По себе Харденплей Более чем готовы Ну и самое главное У них есть Галантис Который в действительности В этом матче Уже нам себя Продемонстрировал На максимум Как кстати В предыдущем Именно в предыдущей встрече Он делал ключевые фраги Но раунды Команда Харденплей Взять никак не могла По непонятным нам причинам Что ж Безупречный выход И на А и на Б И вообще здесь Фул контроль От Харденплей Б планта И А планта Посмотрите Побежал Побежал на А Бомба А Думает мага Бомба А Думает мага Вот сейчас я Встану И уйду Я не Понимаю Вообще Как бомба Пошла На А Пленд Когда Когда игрок Был Вот Ну Пронесло Друзья Пронесло Еще чуть-чуть Еще чуть-чуть Друзья И сейчас бы Сейчас бы Бомба Которая упала В подвале Была бы Очень Очень Эпично Разыграна Короче 13.8 Куда казахи Не-не Куда Харденплей Бегают с бомбой Я не знаю Но упала Она очень жестко Просто люто Типа Еще с ВП Попытался уйти Не Если бы он убил второго И один на один Мы бы с вами смотрели Тут можно было бы уже Орать с этого Просто орать Ладно Харденплей Исправили Эту грубую ошибку Прошлого раунда Закрыли раунд за собой И вывели Команду пати На очередную эко 14.8 Разрыв уже становится Нешуточным Если при счете 12.8 Все выглядело Достаточно Перспективно С точки зрения того Что следующий раунд Играется на девайсах То При счете 13.8 Все выглядит Абсолютно Не так Как мы с вами хотели Ну и 14.8 Это уже действительно Жесткое преимущество И для команды Харденплей И самое главное Это первые очки В группе Кстати группа Может вообще Вырисовываться Весьма серьезно Напомню вам Что после группового Этапа Команд ожидает Весьма классическое Соревнование Которого давно не было Это Сингл элиминейшн Сингл элиминейшн На 8 команд Привыкли мы с вами Уже наверное К фрагбайтам Стар сериям К верхним сеткам Нижним сеткам Но теперь все проще Вау Сники бики лайк Фич Фич Ой-ой-ой Галантис разменял Один в два Ситуация Бомбу надо в принципе Хотя бы поставить 25 секунд до конца ВП в руку Ну тут сейчас Фич Ну Галантис Просто время потерял Все Все Парапет его закрывает Он отходит на угол Плэнта Все равно пытается Попытается сейчас Как-то с маневром Действовать Но опять же Должен слушать кухню Страйкер с Парапета И последний игрок С кухни А вот здесь уже Не смешно Галантис Оформляет этот клатч В пользу своей команды Счет становится 14-8 И Как бы ни потели Ребята из пати Выкурить Галантиса У них не получилось Вот так вот Бывший тиммайт Говорят Раздает Своим ребятам За всю боль Как они вообще Попали на турниры Вот нам тут пишет Хуже ММ Вот ребята Кто пишет Хуже ММ У меня к вам Один вообще вопрос Сейчас есть Если вы это пишете То почему вы не вышли Из отборочного этапа В котором принимало участие Сейчас я даже скажу В котором принимало участие В первом отборочном туре 395 команд Во втором отборочном туре 598 команд Почему вы не прошли Эти отборочные И не попали сюда На этот групповой этап В онлайне Вот мне просто интересно Как вы можете Писать такие вещи И думать Что это какой-то ММ Эти парни Вы у них не возьмете Семи раундов Особенно у тех Кто пишет Это факт Это просто факт И это если учесть То что это только Отборочное И Лан Будет Ну 512 команд Нам написали Я просто по Ну я примерно Сказал Опять же Просто смотрел Количество зарегистрированных Которые на главной странице Выводятся Ну по-моему Всем понятно Что Как бы Парни проходили отборы И здесь вообще К ним без вопросов Ну что Мага собрался Как собрался Так и потерялся Так прочекают ли сейчас Зайщик И давайте смотреть Страйкер как раз таки В нычке До последнего будет играть Ай-яй-яй Как не везет Анлаки сказал Я себе Хрена себе И 15 раунд Уже не за горами И только Хоббит И его кольцо Нет И кольца здесь не будет И Хоббита тоже нет Как ни крути Все плохо У команды Пати На этой карте Против Харбин Патти С ней не вышел Потому что у меня Тима Раков Ну вот Значит Вот они Тима Раков Которая вышла Тима Раков Боже Отмазался 15-8 Ну в действительности Что здесь сказать Команде Пати Не очень Как видим Комфортно Разыгрывает Ребята С Харден Плей Хотя Своих первых Оппонентов Из Литвы Они обыграли И знаете По игре Действительно видно Что они Скорее всего Просто нервничают Потому что У них есть Ну видно Вот Позиции доигрываются На стрельбе Абсолютно неадекватно Какие-то моменты Просто выпадают Из игры Ребята забывают Чекать элементарные Позиции В начале раунда И Не понимают Куда идет Атака до конца Ну вот Просто до последних Секунд Что ж Пора заканчивать В принципе Кстати По предсказаниям Топати должны были Быть сильнее Ну Скорее всего Европейцы Наверное Думали там Раз из Казахстана Значит Адрен Адрена нету Значит Трей нет Адрена увидим В другой команде На этом турнире Друзья Кстати Крупу День Прогустите Итак Мага принимает Коннектор Это по моему Второй минус В его исполнении За два раунда Стабильность Такого еще не было Но дальше Команда Харденплей Играет Как Как-то Матчмейкинги И умирает Почему-то Вся в коннекторе Хотя Не почему-то Они же Ну как Дым в коннекторе Значит Надо идти На бомбу Ставить Ведь там же Дым лежит Наверное Там никого нет Наверное Не будет Размена Ведь дым в коннекторе Надо бомбу Нести на Сразу Там по-любому Пусто Подозреваю Просто Штупать Скорее всего Может быть Мираж Сильные Не играют Но опять же Харденплей Проиграли 420 Команде Факса Ребята Проиграли Весьма с рабочим счетом То есть Можно сказать Не по игре Но Не будем забывать Что здесь Цель Выйти из группы Здесь может Сложиться Ситуация Когда будет У каждой команды Равное количество Залетает Начинает Залетать У пати Какой-то Безубий раунд Был от Харденплей Вроде вышли На что-то Хотели кинуть На ничего Не вылетело Только-только Вот сейчас Они взяли И отдали Экономику Но если Это будет Пять подряд Как у поляков То Допы Допы В этой встрече Будут Весьма Сказочным Событием Хотя К этому Могут Привести Пати Что же Отсутствие денег Картенплей Не позволяет Закупаться Но они Даже не рискуют Брать Какие-то Пистолеты Типа Тек-9 По одной Простой Причине Они уже Понимают Что в этой игре Они скорее всего Должны На изичах Разваливать О Я вообще Сейчас не понял Как Как это Произошло Команда Фокса Столяров Что ли Нет По чеку Боже Короче Это боль Я парень Простой Зевский Бирж Школу Посещал На уроки Ходил Молотов Под ногами Не замечал Троих На коврах Убивал Я такой Парень Простой И посмотрите Один игрок Команды Hard and Play Вылетает После Очередного Эка-раунда Это значит Что сейчас Будет Это Галантис Описался Пишет Дрим Описался Он наверное Имел ввиду То что Он взял ручку И просто Обрисовал Всего себя Написал письмо Потеет Гриткин Ну наверное Выжимать пошел Будем верить Будем верить Кину и Дриму Отличная инфа Кстати Подбодрили Просто подбодрили Пока что повтор От Галантиса Друзья Галантный Галантис Галантно Расправляющийся Со своими Соотечественниками На Б-планте Так Давайте посмотрим Статистику Что там Вообще По фрагам У нас Уважаемый Зритель 25 на 21 Играет Дрим Ну у Харденплей Вообще Стата Ровная И видно Что они Больше Командные У них Больше Командных Действий И в плане Выбивания И в плане Атаки А вот У Пати Вообще Фич Жет 28 на 18 10 раундов 7 мвп 71 поинт За матч На 27 раунде Страйкер 17-18 19-19 Хоббит Ну фич Конечно Здесь Кадрит Чуваков Под Б Собирая их В коврах Но знаете Еще две Такие Аркады И Закончится Это плохо Или хотя бы Одна Или даже Попытка Вообще Сейчас будет Друзья Ключевой Вот кстати Еще один Из моментов Интересных От фича Сники Бики Лайк Называется И дальше Галантис Просто расправляется Один в два Со своим ЛП Этот момент Мы видели В начале Так Ну маги Пинг 70 По моему Даже Сервер Получше Стал Или может Быть У него Соседи Перестали Качать Что-то С торрентов Ну и мы В ожидании Опять же Галантис Непонятно Куда он Делся Опять же Если верить Его тиммейтам То он вспотел И пошел Куда-то Но кому Ты нужен Потный Ты нужен Зрителям Галантис Вернись Не хочет Так Почитаем Пока Комментарии Ваши Так По поводу Друзья Того Что есть Какой-то Фейс Это Казахстане Друзья Это Канал В Мирке MixFight Кз Аналог Наверное Какого-то Кизгла Кстати Вот Мирка Черт возьми Раньше Была Самой Удобной Штукой Там Можно Было Сделать Все И собрать И поиграть И на Поинт И все Такое Та-дам Нет Нет инфы У нас Эх Нет Никакой Информации Я тогда Сейчас Просто Зайду В свой Стим Напишу Кину Хотя Не Вернулся Вернулся Галантис Просто Галактика Галактос Ну Грит Ладно Ладно Доиграю Я за вас Доиграю Я за вас Каточку Парни Наверное Пошел Ставку Отменил Которую На свою Команду Поставил Сейчас Катку Сольют Смотрим 15 11 Да я шучу Кстати Друзья На этом турнире Ставить Игрокам Нельзя Даже на себя Если что Напомню вам Об этом Опять же Valve Очень Сильно Не то что Очень сильно Valve Не любят Игровые Сайты Ну И несомненно Это все равно Не повлияет Ставки будут 15 11 Друзья Кстати Сегодня На лонже Смотрел На лонже Смотрел Ставки Исходя Из того Чтобы Понимать Все таки Сообщество Ставит Достаточно Давно Чтобы Понимать Вообще Кто Какие Игры Смотрел С этими Командами Но Вот Если Верить Надписи Predictions У нас Прямо На табло Она Есть То И ставки Те самые Ожидания Они не везде Срабатывают Друзья Это не плей-офф Это Возможно Возможно Бы пати Бо-3 Выигрывали У команды Hard and Play Но здесь Групповый Этап Бо-1 И соответственно Они сделать С этим Просто Ничего Не могут По одной Простой Причине Что здесь Задача Выйти С группы Здесь Можно Сыграть И в Ничью Хотя Здесь По-моему Эвертайна Должен быть Но Не будем Забывать Что Может быть Равное Количество Очков Практически У каждой Команды В этой Группе А-ля Финальная Атака В исполнении Команды Hard and Play Они просто Пропустили Сейчас Не знаю По себе Шквал Демейджа Аркада В яму Но тут Вообще No Change Парыч Сдох С ковров Остался СЛР И у него Ситуация 1 в 5 1 в 5 Это конечно Не 1 в 1 И шансов У него тут Не остается Практически Никаких 15-12 Еще один Надо делать Команде Hard and Play Ну и походу Все сведется К овертайму Если сейчас Ребята И спать И вспотеют В действительности Им надо взять Раз, два Два подряд Три подряд Они берут И вот Сейчас На ваших экранах Уважаемые зрители Идет чудовищная ошибка Которая может Закончиться Просто фейлом Если Этот force buy Не будет реализован Командой Hard and Play То следующие Они сливают Это Это дает Автоматически Ребята Мы спать Счет 15-14 Обратную Экономику Что самое главное Именно обратную И они могут Они могут просто Вытащить На счет 15-15 Абсолютно Без шансов Что ж Фич от Кно Куча игроков Атаки До контакта Будут сидеть И ждать Смока Опять же Такое ощущение Что ребята Из команды Пати Просто что-то знают Занимаются Сейчас Ооо Ну тут С ошибкой Начали действовать Флешка И Хороший Перекрестный Огонь Правда Хоббит Проиграл Немножко Свою позицию Тем не менее Граната П-250 Ну П-250 Страхует Граната Для бонус Димейджа Но плент Все равно Проносит Ситуация 2 в 3 Ситуация 1 в 3 И Коварный Коварный выход На бплент Командой Hard and Play Потерпел Полное фиаско План Не сработал И 15-13 Ну что ж Сейчас Бай Друзья И это Последний шанс Сыграть Сыграть для команды Пати Если в этом раунде Они не берут 14 очков То их ожидает Автоматический выход Их соперников На Эко в следующем А это Можно сказать ГГшка Так Ну здесь план Вообще другой У Hard and Play Они решили В том раунде Сыграть Для контакта Б Теперь быстро А Дабл в коннекторе И 15-14 На наших экранах Друзья Вот это да Вот это да Походу Камбэк Походу Камбэк От команды Из Казахстана И вот Если бы Коллектив В Hard and Play Раунд назад Вернее Два раунда назад В позатом раунде Не делал бы Форсбай Если бы они сыграли Абсолютно аккуратный раунд Слили бы с пистолетами Спокойно бы сдохли Выдохнули У них была бы Хорошая экономика Они бы закупались И у них бы не было Вот этой ситуации У них раскидка Только у одного игрока У которого АВП Это Дрим Галантисы выключают Сразу в яме Вообще без шансов Плетка Два АВП У игроков Команды Пати Ну давайте Давайте рассчитывать На овертайм В этой встрече И вот здесь На месте команды Пати Я бы играл как никогда Потому что Это шанс Взять уже Шесть очков В группе Это шанс Быть на первом месте Это шанс Выходить с первого места Но в плей-офф Будет самое жесткое Фич Ого Азия и Евразия Что за безобразие Ну тут гг Ну то есть не гг А 15-15 Видели что рис делает Ему наплевать Что чувак на форесте И топает Зачем Зачем Конечно Зачем смотреть на форест Это же Ты что На фор Да никто не стоит на форесте На этой позиции Никто никогда не принимает Вообще Зачем Если можно Ого МР5-16К Вот это да Друзья Что ж 5 раундов за сторону 16 тысяч На счету каждой команды Уходим от Старых добрых Трех раундов Которые на самом-то деле Должны быть Позрелищнее С учетом того Что раундов меньше И возможности меньше Ну и пати будут продолжать Играть в защите Атаковать будут Харденплей Ребята которые Не умеют считать Свою экономику Ребята которые За концовку Всей второй половины Совершили Три зверских ошибки Сыграв во первых На эко раунде Закуп Слив его без шансов Без надежды на победу В следующем раунде Сыграв Закуп И в последнем раунде Они опять сыграли Закуп И опять 25 Ну в данном случае Опять 15-15 Что ж Первый овертайм На отборочных К минор-эвенту В Минске Рис подвал Два игрока Парыч Ну один прошел Уже точно Достаточно быстро Второй прикрывал Страйкер пропустил Нет Знает Знает о лифтах Будет смотреть Но все проходит успешно Хорошая граната Очень хорошая граната В тайминг Рис пострадал Мага в этот момент Тоже не терял Как видимо зря времени Просто за Аркадий Ланатес Пау Ну уже действует Спинь его соперника И вот тут его номер один Должен был слышать Но походу ТТТ не слышал Выходит в яму Вот это встреча Говорит ТТТ Но тут сейчас должна Защита бежать на плент И в этот момент Харден Плей Могут перестроиться Под Б Ну посмотрите Кин давай Размен по яме Которого не ожидал ТТТ увидеть Снова стабилизировал Ситуацию по позициям И контроль карты За командой Пати Ну все Говорит на плей В конце второй половины Вместо этого А не Давай форсбай Давай Давай еще раз Давай Давай еще разок Ну давай 16-15 Это только начало Нас с вами еще Ожидает куча всего Так Друзья Просьбы счет В чат не писать Потому что Счетных ЛТВ Получает Счетных ЛТВ Вы раньше Не узнайте Ну максимум На несколько секунд Но за спойлеры Вы получаете бан Я вас предупреждаю Спойлеров Не должно быть Мы же с вами Общаемся в чате А вы спойлерите Еще и Комментатору Как вы Вообще Стыда у вас Нет не совести Но зато Мы вас не заставляем Стыду совести Проявлять У нас есть Кнопка бан Которая работает Пока работает Хорошо Вот пишут люди Друзья Ушел При счете 15-8 Именно со счета 15-8 Был комбэк А вот тот сам момент Который пытался Один из игроков Харденплей Сделать в первом матче Этой группы Но выполнить удалось Этот трюк Только Пати Игроку команды Пати Он же Хоббит Запирает выход С подвала На парапете Но абсолютно беззубая Шифт-атака У команды Харденплей Вообще никаких Быстрых действий Не в паре Такое ощущение Что действительно Тренируются Тренируются играть Не против команд А против каких-то миксов Вот Два игрока Остаются под Б И что им делать Они не знают Ну как не знают Знают Видите Надо бежать на Б И Не надо бежать на Б Думает ТТ А он думает Они все в четвером В планете Сейчас пойду на бомбу Поставлю или что Ладно Пытается как-то выкрутиться Из ситуации сделать Какой-то фраг Понятное дело Что его уже везде Запирают И шансов на то Что он хоть кого-то Даже заденет Просто нет 16-16 Пати Снова сравнивают счет Под в первой половине Первого овертайма Возможно Возможно будет Под Так Слэм Что с твоей группой В ВК Я же написал уже 24-го числа Разбаню Расписал Эту ситуацию Везде и подробно Но хотя Наше сообщество Обычно читать Не любит Оно любит Знать Откуда там Что-то интересное Замечается на Плэнтиард Хауденплей Ну вот Вот на карте Смотрится в действительности Красиво На деле Конечно же Не в деле Ну что ты делаешь Стрюхер Мог закрыть Красиво ТТТху Но В итоге Посмотрите У Хауденплей Бомба даже не прошла Вот казахи Красиво сыграли Раскидались Отошли Одного заныкали Атака вышла Казахи просто На нее не полезли Позволили занять Абсолютно Казалось бы Безопасные позиции Но в итоге Вот такой вот Поворот Три игрока Разваливаются На КТ1 Не доходит до коннектора А последний Последний Вообще В яме С бомбой Он даже На точку Не прошел Чтобы поставить Полная печаль Что ж Пати фаворит Мы не знаем Судя по первому матчу Мы им дали фаворитов За счет того Что они выиграют Встречу Здесь пока Сложно сказать И баталия Действительно Разворачивается Только что Только сейчас Для них Но я бы Выделил их Команду 420 420 В свою очередь Сыграли Очень Очень качественно На этой карте Против коллектива Hard in play Кстати инициатива Играть Мираж Была именно Команда 420 Кто здесь Ошибся А кто здесь Действовал Глупо Непонятно Но Ясно только одно Что первые очки У 420 Снайпера И сыграли Сыграли красиво На центре На самом деле Вообще Непонятно Что они там Выходили Так долго Ну и 16-18 Друзья Два раунда Преимущества У команды Пати Реализуют Свою защиту В первой Половине Весьма Достойно Следующие 5 раундов Конечно же Проводить придется В нападении Но я думаю Казахи уже Проснулись К тому Проснулись К совершения Мы готовы К тому Что Hard in play Могут против них Противопоставить Так Галантис Интересная игра На центре Ну вот Ускользнулся Его прицел В последнем Моменте Защиты К сожалению Но Мага Также не пропускает Подвал Призывает Хоббита На хелп В центре И мидл эти Теперь точно Не вариант Для Hard in play Разумеется Хоббит Хоббит Галантис Что происходит Это какой-то Разрыв И всех шаблонов И всего Коунтерстрайка В принципе Хоббит Ого Три фрага В парапете При том Что без шансов Разработал своих Оппонентов Его только-только Забирают Но самый жир Этого раунда В том Что бомба Бомба Все это время Лежала на Б коврах Джангл Действительно У Кина Либо разыграно прямо вот сейчас, но вместо этого ребята из пати просто халдят. Что-то тут страйкер на центре кидает какие-то флешки. Куда кидает? Его тиммейты пошли на А. Ну, все то же самое, что и в, так сказать, первой половине этого матча. Если силу за защиту играть у команды пати появились, то вот у команды Hard and Play был какой-то, не знаю, сейв последних сил в первой половине этого овертайма, а во второй половине, по-моему, решили взять без шансов все. Ну, посмотрим, чем это закончится. Кто-то предполагает 21-19 в пользу Hard and Play. Ну, всю половину нужно, конечно же, привести в защите ребятам, это плюс. Но, вспоминая их ошибки за защиту в последних раундах, это особенно первой половины, кажется, что не факт, что они их не повторят. Что ж, команда пати, потерпев позиционную неудачу в первом раунде второй половины, посмотрите, как поменяли свои действия и решили просто под смоки выйти аплент. Но ждем, наверное, тайминга нормального от них, молотов от Хоббита. И так, головы, джангл, редбокс. В ответ залетает молотов, на ретейк играет СЛР, жесткий зажим, тем не менее, с разменом. АВП от Галантиса абсолютно бесполезно в этом раунде, так как он просто весь в самоках, бомба ставится. Галантис, возможно, не знает где, но бомбу удается выбить. Это Техия. 3 в 3 ситуация, нужно подождать дымы, тогда Галантис может разыграть вообще каждую позицию убедительно. В этот момент команда пати не спешит, они просто остались на позициях ждать своего тиммейта, который вышел в этот момент на чистый бэплэнд. Бомба на точке. Мага бежит в спину с АВП и о нем неизвестно, но ТТТ подозревают, что там кто-то есть. Два игрока команды Харден Плей с коннектора, и сейчас от снайпера команды пати зависит весь успех этого раунда. Покажите нам магу. Нет, мага не пошел в джангл, мага пошел на КТ, чтобы страйкер забрал бомбу и ушел. Номер 4 начинает аркадить центр, здесь ошибка может быть от Харден Плей. Убьет ли мага? Мага не убивает. И... О-о-о-о! Ну тут уже... Тут уже... Тут уже можно писать рип команде пати. Просто рип. Это просто рип. Эх, друзьяхи, эх, друзьяхи, ну это просто кошмар. Вообще, я сейчас пока пойду на лонж посмотрю. 68 на пати поставила в этом матче, 32 на Харден Плей, а в принципе вот они, предикшены и идут, по-моему, оттуда. Предикшены от зрителя, друзья. 39% на следующий матч ставят на 420 команду и на пати 61. Но если пати здесь возьмут, может быть. Ну что ж, пока все двигается к тому, что мы увидим замечательное 19-19 табло. Не умеют команды играть в меньшинстве. Ну, пати в прошлом раунде вообще сыграли, как блины. То есть они не сыграли вообще. Они просто остались сидеть и умирать. Для чего, непонятно. Но в этом раунде им удалось закрепиться на пленте и, помимо этого, помимо этого они забыли только бомбу. Вот это сейчас было предсказуемо. Ну, слышал здесь ТТТ, что есть игрок защиты, вернее, атаки. Справа слышал топот, слышал шаги. Ну, и Фич после этого тоже время недаром не терял. Просто сменил позицию после дыма. 20-18, друзья. Ну, и решающий раунд для пати. Если выигрывать, то следующий матч против команды... А, стоп. Дальше 420 играют с ГПД. Вот так вот, через 16 минут. А только после этого 420 сыграют с командой пати. Черт. Самый яркий матч вечера на самом-то деле будет... Согласен ли ты, что Фич с Майн оф Заматч? Сложно пока сказать, ведь здесь матч еще не закончился. Будем подводить итоги по итогу. Ну что ж, 18-19, 20-20 или все-таки 21-18, уважаемые зрители. Команда пати выходит в очередную атаку. Как всегда, по старой древней казахской традиции они забывают бомбу на респе. Хоббит уже находится и сейчас в коннекторе. Его тиммейты находятся... Ну, тут сложно что-то сказать, если честно. Второго почти забрали. Хоббиту надо прятаться 2 в 2. Бэплэнд падает. Бомба бежит на Бэп в самый последний момент. Ну, хорошо, что ее забыли, думает сейчас страйкер. Но не факт, что товарищ Галанти справится со своими соотечественниками 1 в 2. Хотя этот парень дал немало клатч-раундов в этом матче. Ну и по ходу Hard'n'Play, друзья. По ходу Hard'n'Play все-таки сейчас будут... Ну... Ну, вот, не знаю, жалко мне их. Они начали... Вот это единственная команда, которая начинает 2 матча подряд за сегодняшний вечер в своей группе действительно хорошо, а заканчивает абсолютно печально. Но когда такие игры сливаются, здесь остается впечатление того, что некоторые игроки просто волнуются. Но, тем не менее, это всего лишь отборочный тур. А вот это грязь, друзья! Это грязь! Это просто грязь, Галантис! Просто грязь! Дает грязь против Хоббита, у которого осталось 7 хп. 19-20, Галантис делает Нинджа Дефуз в бомбе, которая стояла просто на парапет. Которая стояла на парапет. Бомбу, которую нужно было просто прострелить. О-о-о! Это грязь! Просто грязь, дал грязи. Все, вот Галантис точно сейчас идет к тому, что он будет Man of the Match. Правда, если его команда выиграет, будем выбирать, друзья, между Галантисом и между Фитчем. Но Фитч уж точно нам сегодня себя продемонстрировал во всей красе. А вот Галантис. Галантис просто доказал нам, что он никогда не сдается. И замечу, что это вторая игра для команды Пати. Он это показал на Дайс-Т2 в матче против коллектива из Литвы. И в этой встрече он дал вот такой вот грязи. Ну и Пати пытаются... Пати пытаются сейчас блеснуть сообразительностью. Последние раунды... Конечно, после такого Hard & Play явно нацелились закрыть свою пользу. Последний раунд, и все пока что идет именно к этому. Что ж, ситуация 4 в 4. Инфа про парапет была. Два игрока по-прежнему на... Избавились от аркады с ямы. Избавились от агрессии со стороны ковров. При этом еще и ковры смогли занять. Ну и реорганизация атаки на Б для команды Пати будет самым глупым решением, которое только можно принять в оставшиеся 45 секунд. Но, опять же, как мы с вами сделали вывод, исходя из того, что происходит вообще в СНГ-КСе, СНГ-КС легких путей не ищет. Ну, типа, они не идут туда, где один человек на планете. Они идут туда, где трое. После информации еще и дым дают в коннектор, чтобы, типа, да, мы точно пошли на Б. Вот дым-коннектор это подтверждает, и мы будем там, да. Что ж, Хоббит остается один. Я не знаю, что он будет делать сейчас, но, походу, нас ожидает второе дополнительное время, вторые овертаймы, так как команда Пати не способна, команда Харден Плей не способна, и когда две команды не способны... 20-20. Еще 10 раундов добавляем. Рэдди пишет Страйкер. Рэдди пишет Рис. Матч начинается, вернее, матч продолжается. Как думаешь, когда начнут спонсировать СНГ команды? Когда СНГ команды начнут нормально играть, тогда их начнут спонсировать. Вот, насколько мне известно, например, команду ХСГ точно спонсируют, и нам даже вроде зарплаты не плохие. Так, вот все пишут, когда напился Кумыса. Что такое Кумыс, я не знаю, но потом узнаю. Ну, с Богом, поехали! Как обычно, атака от команды Пати, как всегда, стандартная. Ну, стандартная, то есть у них каждый идет на позицию, бомбу стабильно забывают в центре. Друзья, я говорю, они ее не дропают, они ее забывают, потому что после размена они не несут бомбу в плент, они не создают эффект атаки с этой бомбой, они ее не палят, они вообще... У них каждый раунд играется без бомбы, чтобы игроки защиты не знали, кто куда идет. От этого мы видим пассивную защиту от Hard in Play. Но все ведь выходит здесь тупо в то, что команды просто перестреливают друг друга. И ни один быстрый выход не разыгрывается действительно красиво. Эффектно играет только Галантис. Ну, тут мне пишут, что это конское молоко. Ну, наверное, молоко лошади, а не конское. Что ж, выход на б-плент, друзья, и 4 в 3 становится ситуация. Страйкер открывает точку. Я не знаю, как и почему команда Пати атакует в четвером б. Они опять пришли к трем игрокам защиты, обратите на это внимание. И Hard in Play в этом раунде ничего уже не сделают. Их здесь полностью переиграли. Хотя, ну, Галантиса нету, но СЛРа надеяться, по-моему, достаточно... Ну, то, что достаточно. СЛР надеяться не стоит. 21-20. Пати завершает этот раунд серия разменов. И в итоге счет... Должен быть 21-21. Так, давайте... Так, можно посмотреть сейчас... Хотя нет, не будем смотреть кнопку кидать. Бессмысленно, там овертаймы не отображаются. Просто вылетело быстро из головы, как же все-таки первая половина овертаймов была сыграна в этой встрече. Именно по раундам. То есть, какая была хронология событий. Ну, последние два точно вытаскивали Hard in Play. Один из них добрал Галантис. Но там косяк... Там даже, знаете, там не бонус Галантиса был. Там был косяк Хоббит огромный. Он знал, как стоит бомба. Он ее видел. Он, по-моему, ее даже должен был ставить. Но вместо того, чтобы прострелить по прямой, он начал придумывать какие-то там хрен... Я даже не знаю, куда он стрелял. Потому что с глаз Галантиса, вот у него как было, столько ХП, так и осталось. Он даже не пострадал. ТТТ отлично. Киен открывает по нему снова Бэп Лэнт. За второй раз к ряду. Это делают ребята из коллектива Пати. Только на этот раз ситуация 2 в 2. И два игрока защиты просто приходят в спину. Спокойно делают первый минус. И заставляют последнего Фитча думать о том, кто где откуда. Тупость какая-то. Я пропустил вот тот момент, когда два игрока за Аркадия в подвал. И как они вообще там оказались. Но самое главное, посмотрите, сколько времени остается до конца раунда. Вам не кажется, что этого маловато? И походу он понял, что там 2 сейчас находятся в кухне. Вернее, не в кухне, а на... Он уходит. Он уходит. Но СЛР не идет выбивать. СЛР не идет выбивать. Он понимает, что Фитч может сыграть сейчас по-хитрому и остаться на своей позиции. В этот момент Рис успел занять агрессивную позицию в коннекторе и может здесь не позволить поставить бомбу. Тайминг. 9 секунд. Прыжок в плент. И без шансов. 21. 21. 21. 21. Прыжок в плент. Итак, ну я вроде выдохнул, уважаемые зрители, чуть-чуть передохнул, чтобы собраться, потому что у меня тут все вспотело. Жесть полная происходит на сервере. Хотя на самом деле, если честно, потом это не назвать, потому что именно красивого экшена, эффективных и эффектных фрагов на ноге мы не видим. Здесь команды просто тупо сидят. Просто сидят. Они занимают позиции, сидят и сидят. Никуда не идут. Кроме Галантиса. Но Галантису играть не дали в ЦН-30. Тем не менее, он пытается здесь свое ВП дореализовать хоть как-то, чтобы что-то у него осталось. И ничего не вышло. Обратите внимание, друзья, ситуация здесь сейчас 5 в 3. Но, наконец-то, команда Пати идет в плент, где один и трех защиты остается, а не три. Тем не менее, времени потребовалось мало, чтобы укрепить БП Ну и укрепление не сработало. Хоббит доиграл свою роль в спине и из бехайда забрал всех. 22-21. Это уже, по-моему, раз-два-три. Это второй, это даже, по-моему, да, второй раунд на БП разыграли сейчас Пати. В том раунде они тоже шли на Б, но ситуация развернулась непредсказуемо, когда два игрока защиты оказались на коврах и вышли в спину. Тем не менее, бомбу дали поставить. Что ж, страйкер. Пауза. Гоу, гоу, хо хо. 22-21. Ну что, смотрим за командой Пати. И... О, Галантис. Но самое главное, друзья, как же красиво играет Фич. Он просто... Он просто молодец. Он кидает флешку, сам от нее флешит, флешит себя и умирает от АВП. Которая играет агрессивно. То есть, он... Это АВП должен был убить. Но нет. Нет, зачем его... Нет, да, да. Зачем его убивать? Тут такой вопрос. Слава, правда, что Ленин к вам в студию перешел? Да. Сам пришел, кстати. Итак, Страйкер. Минус ТТТ. 2 в 2 ситуация. Бомба в парабете. Галантис не желает ее отдавать. Галантис понимает, что в этой половине это последний шанс взять... Взять те самые несколько раундов подряд, чтобы... О, все, заперли, молодцы. Взять те самые несколько раундов подряд, чтобы закончить первую половину нормально и потом более-менее неплохо атаковать. Но, может быть, и не получится. Два ВП. Появляется авик у СЛРа. Зачем? Не ясно. СЛР на Б интересно будет стоять или нет? Давайте посмотрим. Номер 5. Номер 5 пошел. Ну, а играть с коннектором агрессивно? Вот это да. Но казахи на мидл не ходят. Они там только бомбу оставляют. Но на самом центре ходить не хотят. Тем не менее, СЛР остается в позиции. Декой лежит на мидле. СЛР чекает подвал. В этот момент готовится исходная позиция на планете для раскидки. И, соответственно, последующие атаки. Пати заняли позицию. Раскидка прошла успешно. Атака на минуте 30. Весьма быстро пытаются действовать в быстром темпе. Ребята из команды Пати. И бомба, на удивление, осталась в сэндвиче. Вау. Плохое начало для Галантиса, но хорошее для Кина. Бомба ставится в дым. Поджимающих со спины нет. Это самое главное. Упор выбивается. Ну, 23-22 можно оформить. 4 в 3. Спасти ситуацию может только СЛР и только СЛР. Но у него нету дыма, чтобы ниндзя задыпузить, как ниндзя. И он идет с ВПД контакта. Двойной зум в стенку. Отлично. Вот он бы не делал двойной зум в стенку. Он бы ждал игрока с Тетриса. Знаете почему? Потому что, короче, вот на кой хрен ему два выбивающих с КТ Респа, которые не смотрят в Тетрис? Вот я не понимаю. Почему? 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 Ведь можно же посмотреть было. И он бы не умирал. Он бы просто смотрел, ждал яму, и выпадающий игрок бы проигрывал ему в любом случае. 22-23. Это как 16-14, только 22-23. И вторая половина второго овертайма, друзья. У нас уже начинается, по-моему, какой там? 40-й, 41-й раунд на вашу экран. Или даже больше. 46-й. Так, Хоббит, друзья. Хоббит. 41-й был, да, в той половине. Так, Хоббит, друзья. Что-то пытался там зааркадить. Его были рады видеть. Фич. Страйкер в Аркаде. Боже, вы посмотрите, чувак остается на респе ждать поджим на шифте в ковры на А. Вот вопрос первый вообще к команде Hardenplay. Даже не вопрос, а вопрос к тем, кто может объяснить мне эту логику. Зачем играть медленно, если ты отдаешь А ковры? Ну, вот и туда Аркадед. И ты знаешь о том, что туда Аркадед. Зачем встречать с Респа, когда можно просто сделать сразу первый фраг? Можно занять вдвоем в начале раунда, закрыть первого и совершенно спокойно отыграть на отходах. И потом разыграть уже в преимуществе. Ну что ж, матч продолжается уже достаточно длительное время. Уже больше часа, друзья. Уже полтора часа мы смотрим за зарубой этих замечательных команд. И все без префайра заканчивается для команды пати. Что ж, не удается открыться на первичной позиции в выпленте. Раунд, кстати, от Fnatic задумали Hardenplay. Но здесь вот все бы хорошо. Но есть одно но. Готовы к нему были пати. Просто готовы. Хотя вот к такому не готовы. Ну и тут... Ох, сейчас Фич может умереть. Вот если Фич сейчас умирает, то это все. И походу Фич умирает. Нет, Фич выбивает бомбу 8 секунд до конца. 7 секунд до конца. Дрим последний. Надо прятаться. Дрим прыжок и промазал. О-о-о-о-олилуя. О-о-олилуя. О-олилуя. О-олилуя. 24-22. Какой пот. Привет, не знаешь ли ты инфу о ботах лаунжа? Я не знаю, боты лаунжа сейчас, наверное, повесились. Просто пошли после этого матча. Ну, просто электронная машина, которая такая... Ну, вот я дым вижу, выхожу. Я дым вижу, выхожу. Вы видели сейчас, что было на ботах? Вот падает дым, и чувак пошел в дым. Сейчас еще СЛРа заберут. Смотрите, смотрите, СЛР типа... У-ху! У-ху! Вау! Походу, в этой команде играет только Рис. Ну, по крайней мере... Не, сейчас он просто говорит... Да вы охренели? Вы что? Где? Дайте инфу. Два на б, три на сто процентов. Может один в коннекторе или окне. Необъемлемый спрейдаун от Рис. К'моё, к'моё, к'моё. 25-22, друзья. Но я не знаю, как это комментировать, если честно. Вот Hard in Play, черт возьми, два раза могли почти выиграть. Они могли почти два раза это сделать, но они этого не сделали. С чем это связано, я не знаю. Чего им не хватило, я не знаю. Но сейчас, вот прошлый раунд и позапрошлый, они в атаке просто нам наглядно показали, что они уже... Они устали. Они просто устали. Им надо этот момент как-то исправлять, потому что дальше будет только сложнее. Счет уже 25-22. Шансов все меньше и меньше. Так, плетка победы в исполнении Кина. Минус Галантис. Умирает самый опасный снайпер команды Hard in Play. От совсем не того девайса, который он ожидал. Но команда Hard in Play зато зашла наконец-то втроем в коннектор. Бомба с ямой. Без шансов для защиты Аплента. 3 в 3. Развал кабин. Дрим. Не забывает про джангл. Вовремя его прочекал. Выпад под боминталку на КТ. Еще один фраг. Пати! Пати! Есть такая инфа, что это договорняк, друзья. Команды хотят играть вечно. КС до утра. Это шутка, конечно же. Шутка. Но один раунд в атаке уж точно надо взять во второй половине. А то совсем как-то... О! Зевский дружкул. На последних секундах раунда. Ответственный момент. Но это Man of the Match, ребята. Это Man of the Match. Что ж, в итоге Дрим сделал 4 минуса. Но прыжок в молотов мне понравился. На самом деле, мне понравилось в этом матче всего два момента. Это то, как ребята из той и другой команды любят выходить в молотов и умирать в нем. И под б. И медленная игра под б, когда в дым идут два подряд на шифтах. Это так замечательно. Так, hard and play. Hard and play. Это как рок-н-ролл, только вот hard and play. Это только жестко сыграй. И так переводится, да? Или жестко сыграй. Или жестко не сыграй. Что такое M? Hard no play? Hard no play. СЛР расправляется с фичем. Самое главное, что он убивает. Обратите внимание, какой плент. Да, все правильно. И СЛР. СЛР просто переворачивает всю ситуацию. И тут hard and play наконец-то понимает, что слава богу, мы заняли хоть какие-то позиции. Ну и походу это еще один овертайм. Хотя непонятна экономическая составляющая. Что-то не хватит. Поднякам должно остаться. Да, все в порядке. Ну вот АВП, конечно, мага должен сейвить здесь 100%. Но у него слишком мало здоровья, чтобы это стало возможным. И... Че? Не, слава богу, хоть тут все. Все, все как надо. Ну что, друзья, 24-25. 24-25. У нас тут вся студия, если честно, сейчас смеется. И режиссер, и обсервер, и вообще все ребята, которые работают сегодня для вас в эфире и над эфиром. Мы просто не понимаем, что происходит. Если честно, и hard and play, друзья, в последнем раунде. В последнем раунде hard and play делают open frag. И это, скорее всего, 25-25. Я прямо сейчас готов. Мне вообще интересно, сколько там поставили денег на это. Я пойду просто посмотрю. Ну, на пати 68% на hard and play 32. Я так подозреваю, hard and play там все ножи позаливали. Просто топ на... Топ в low-calf на себя. Ладно. Продолжаются аркады. В исполнении, как отлично. Отлично просто. Вообще супер. Вы видели, как дохнет команда пати? Они не умирают, они дохнут. Их здесь не обыгрывают. Они сами всосали этот раунд. Это реально так. Вы видели, что было? Чувак просто бежит в аркаду. Он просто играет один. Он играет один против укрепления. Он знает, что там укрепление, но он играет один. Он же убьет. Он же знает, что там кто-то есть. Значит, надо вылезти и убить. Короче, 25-25. Поехали дальше. Забываем прошедшие 20 раундов, которые мы с вами просмотрели. У нас на подходе еще 20 раундов. И на этот раз команда Hardenplay, правда, остается в атаке. Я не знаю, как команда пати упустила из виду свои два раунда преимущества, но явно они к этому были не готовы. Кушать охоты пишет Галантис. Ну, я думаю, ему сейчас кефирчик и принесут. Это можно устроить. Астрюкер идет в аркаду. На центр. И даже на центр. Посмотрите. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот я бы на месте команды пати уже бы на центре играл против Галантиса, зная, как он разыгрывает мидл в дым. Я бы просто его гренил каждый раунд. Так, шпион выходит с сервера. Фокс зашел на сервер, подумал, закончили, не закончили. А там 25-25. Ну, задержится, походу, игра Hardenplay в следующая. Так что ничего страшного. В Казахстане уже два ночи. Еще игра есть. Они до шести утра будут играть. Ну, турнир проходит по центральному европейскому времени. Что, люди, которые работают над этим турниром, виноваты, что в Казахстане два ночи. Так, ну, пати решили, по-моему, вот в этой десятираундовой комбинации взять свои раунды. Но в последний момент, вот в последний момент, когда у них была инфа только про Б-плэнт, на А открываются, вот в той же просто, по той же схеме открываются просто два игрока до контакта и перестреливают обычные позиции. Почему команда пати не пытается менять их? Почему они стоят так же, как стояли? Слэр такой выбегает, опа, парни, на А. Я ставлю бомбу. Все, я ставлю, ставлю, ставлю. Я поставил. Я поставил бомбу. Опа. Ого! Вот это мрачное палево от Кины сейчас закончится просто мрачной доминацией, скорее всего, игроками нападения. Да, Слэр уже знает, кто где. Второй голубчик, несомненно, тоже весьма предсказуемо действует. Это Фич, и его спокойненько отстреливают. Ну и все. Че тут, Хоббит, бомбу не можешь найти? А, вот она, говорит. Дернул. Вот это, это развод на Дефьюз. Развел, так развел. Ну что, друзья, счет становится 26-25. Харденплей потихоньку научились играть в атаке. Ну, то, что первый раунд берут, уже хорошо. Потому что последний, вернее, не последний, а предыдущие овертаймы начинались для них, ну, не совсем хорошо. Здесь просто самое главное качественно начать. Что ж, выход и попытка сыграть против плетки. Кинокин принимает выход в дым, видел ноги в любом случае, и Харденплей на ситуации 4-5, скорее всего, просто останутся сидеть на своих позициях. Ну, есть что делать. Можно занять подвал, можно сыграть как-то пода, можно еще что-то подпридумать, но... Изоляция пошла. Так, на Б сразу залетают смоки, чтобы развитие нападения никакого не было на перспективу на позиции нормальных. И Харденплей, скорее всего, будут атаковать сплит-атакой точку А, коннектор плюс яма. На точке страйкер. Перспективная позиция, но его могут просто вот... Короче, если сейчас вот... Это говорит, привет. Ну, тут маг и слышал весь подвал, слышал топот, скорее всего, и просто дождался этой подсадки. Дым, флешка, еще флешка, еще дым, мага прячется до последнего, пропускает бомбу. Ну, в дым-то точно должен хоть одного убивать, тем не менее, не рискует рис. Понимая, что его роль здесь самая значимая в этот момент, игрок. Защита спокойно приходит с КТ, его, правда, на ДМА жили, но рис может затащить этот раунд. 37 секунд есть у него в запасе. Еще бы флешку с дымом, и все было бы замечательно. Кстати, где флешка с дымом, непонятно. Если он ее вообще покупал, то я не знаю, где она. Но вот если, например, они не покупают гранаты, то все понятно, почему не сложно играть. Что ж, ну рис попробует потащить один на один против кольца, остается... Ну, игра на волоске на самом-то деле отличное открытие, хорошо попадает, но, к сожалению, для него Хоббит также был готов принимать любой мув по факту своего оппонента. 19 хп остается, 26-26. 26-26. И в чате от попника 99 приходит интересный комментарий. Ха-ха-ха! Ну и, соответственно, ответ админов чата тоже будет интересный. Так, слэм. Харден плей поставили на что будет 3 доп. раунда. Они вряд ли на это ставили, потому что они нигде это ставить не могли. Такие вещи ставить нельзя пока. Не, ну может где-то можно на ЕГБ, но я не думаю, что... Это можно сделать на лонже, там же вроде просто ставите на одну команду или на другую. Но варианты ставок были бы, кстати, тоже крутые, наверное, для зрителей, как мне кажется, потому что... Надо вообще делать такие ставки. Вот кто возьмет, кто сделает первый фраг в матче. Прямо можно аж на игрока оставить. Итак, Кин. Минус ТТТ, Мага минус Дрим. И что произошло, не знаю. 27-26, но у меня вопрос вообще к команде Харден плей. Вот смотрите, они делают все правильно же. Они подходят под раскидку, они дают эту раскидку. Они выходят в дымы, в свои собственные. Они должны проходить вроде в плент и кидать флешки игрокам. Там бомб кэрри, да, чуваку, который выходит вместе с бомб кэрри, чекает под коврами. Игрок с ковров должен нормально в конце-то концов открыться. Но они кидают дымы, остаются в яме, а потом вылезают на шифтах в надежде на то, что вот их просто не перестрелять будут. Вол, что на центре в исполнении команды Пати Страйкер самоотверженно отдается, нанося много демейджа, мага остается играть в коннекторе. И вот здесь, друзья, здесь работает тот самый рис, который занял быстро подвал. Вот именно за этим его и нужно занимать. Вы убиваете и окно, и коннектор, и джангл в перспективе. Хоббит в пропете пытается забрать мидл в пользу своей команды. Ему это удается сделать. Два в два ситуации на КТ один из игроков. Защита должен была казаться, но он пришел в окно. Зачем? Непонятно. Хоббит один на один против СЛРа. Звездный час СЛРа, друзья. Какая у него статистика? Статистика СЛРа... 31 на 40. Там еще хуже есть, 26 на 40. Но это уже совсем другая история. На самом деле, сейчас на статистику уже не важно. Статистика не важна. Здесь важно уже, как ты сыграешь в конкретной ситуации. И пока Хоббит чуть-чуть... Чуть-чуть больше знает, чем СЛР. Ну, что тут сказать? Ну, Найс, пишет Хоббит. Понятное дело, что Хоббит должен был убивать своего оппонента. Но, с другой стороны, почему он не играл против бомбы в ситуации 1 на 1 в строгую позицию? К нему же мог СЛР залететь из пропета в окно джампом и в спину зайти. И прямолинейно сыграть. И Хоббит должен был, по сути дела, в таких раундах ты, по сути, ведешь. И в преимуществе, когда ты знаешь, куда примерно направляется соперник. А здесь именно так и было. Но, несмотря на это, Хоббит просто не перестрелял открывшегося СЛРа на него. Хотя был к нему готов, судя по позиции и прицелу. Что ж, ну, сразу исправляет после проигранного раунда ошибку в последнем. Делает первый минус, забирает Дрима. И нам надо, наверное, все-таки смотреть за Галантисом. Галантис, он же Галантис, он же галантная личность в составе команды Пати, потому что... Ой, Пати Харден Плей. Ну, потому что его результаты за два матча впечатляют. Ну, вот он реально в жесткие ситуации выигрывает. Но то, чтобы на характере, больше, наверное, на опыте, можно сказать. А вот это было плохо. Но даже при том, что Кин услышал Риза, он его не убивает. Зато Галантис пробрался в апдаун. СЛР снял фичи с Б-плента. Харден Плей готовы устроить финальную атаку на Б-плент. И она точно произойдет. Правда, Хоббит помешал немножко здесь планам его соперников. Выпад второй. Есть минус. Два в одного уже на ровном месте. Хоббит просто потеть. Третий фраг с ВП, репикнутого на подъеме. Четыре минуса в итоге. От одного игрока защиты. Но Харден Плей командно сыграли в раунде лучше. Просто Хоббит тут уже действительно припирается. Тем не менее, для стороны защиты одно очко преимущество. Это как-то маловато. 28-27. И вторая половина третьего овертайма. Ожидает прямо сейчас нас. Смотрим повтор от Хоббита. Ну, четкий хитшот. Зевский бюршкола от Риза там была. И Хоббит сделал свое грязное дело. Или чистое дело. Или серое дело. Но самое главное, он пришел и помог закрыть этот таком набе, который, казалось бы, финальный. Друзья, twitter.com.slfmqv. Я читаю ваши комментарии там. Вконтакте паблик забанен до 24 декабря. Не спрашивайте. Там уже подписалось 1003 людей. Но это не страшно. Страшно то, что он сейчас забанен, когда хотелось инфу. Повыкладывать вам интересные конкурсы. Ну, ладно, это потом. Что ж, 28-27. Шанс команды Hardenplay за сторону защиты сыграть лучше, чем в первой половине, во второй половине, в первом овертайме, во втором овертайме. И это действительно шанс выиграть эту игру. Вы не поверите, но сейчас разыгрывается всего лишь 3 очка группы. Такое ощущение, что у пацанов дримхак. Вот эта игра до контакта меня просто доканает. Как так вообще остался стоять? Кто-то тейбис Чака Парыча неизвестно. Но после этого минуса выход на Б. Пати увидели здесь действительно истинные для себя. И пытаются реализовать последние секунды раунда. Проход в план блокируется Галантисом. Надо сыграть аккуратно на углу. Воу, 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 полегче парень, но нет, не дают припереться. Пати 29-27, Hardenplay. Не удержали атаку на Б-плэн, хотя были готовы втроем разыграть эту точку в свою пользу. Но игрок с парапета сыграл, грубо говоря. Ну, он пропустил 3-х человек просто. Вот что тут сказать. Он просто пропустил 3-х человек. При том, что он не чекал вообще мидл. Он просто ушел, встал за угол и я стою и жду. Так, что, смог на старт. Смог на старт, флешка в центр. Ну, на окно в случае какой-либо мнимой агрессии. Ну, далее. Вот еще такой вопрос к команде Пати, как чувак на коврах на оказывается позднее игрока. То есть, ну, он оказывается на ступеньках позднее игрока. Защита что происходит? Что это делают, ребята? Ладно, команда из Казахстана, тем временем, тот же план. Они втроем на центре. У них один человек развлекает под Б двух игроков защиты. Тем не менее, ему работать плавно не дают. А вот Пати сейчас интригует. Они... О-о-о-о! Ха-ха-ха-ха! А-а-а! Как? Вообще такое возможно? Чуть-чуть. Пошел Хоббит, Хоббит. Пошел, 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 пошел. Вдвоем будет выбивать. Но на него два человека. Первого забрал. А второго знает, второго тоже забирает, но его тиммейт в этот момент отдается. И здесь есть вся инфа по Хоббиту. В принципе, надо его наказать в яме, но и даже в этой ситуации его зачекали. Ну все. С респа ждут. Здесь вряд ли он поставит какой-то сумасшедший хедшот, но Бомба бы попробует забрать. Тут думал уже, что Бомба в итоге решил запушить. Еще один минус, друзья, 28-29. И каким... Вы вообще понимаете вот бред, который произошел в этом раунде? Бред просто в том, что чувак, который аркадит ковры, играя за защиту, а это был, если не ошибаюсь, как раз таки Дрим, делает два минуса. И он делает их не в аркаде, когда на него бежало два человека или принимало два человека. Он их делает по ходу раунда, когда зашел на Т-респаун с ковров. Кин ковры занимал вообще как, я не знаю, как самый медленный игрок на этой планете. Он там появился, когда игрок защиты уже контролировал выход с респауна. Это не КС. Не, ну, КС-Т это КС, да, но здесь просто может быть и смешно, но по большому счету даже как-то вот грустно. Просто потому что грустно. Пати! Пати, раскопати! Слушай, команда Пати! Действительно, раскопати на планете. Вместо для установки бомбы нашли СЛР, который не спрятался. И позволили вывести ситуацию на 3-2. Кстати, сейчас бомба сдохнет. Смотрите, я вам сейчас говорю, сейчас умрет где-то бомба в середине планета, и они проиграют этот раунд. Вот это поворот. Я не угадал. А как вам парень на коврах, которого не забыл? Как вам парень на коврах, на которого даже не посмотрели? Он просто сидит, ждет аркады с ковров в спину, но игрок с Катерри Спауна его не видит. Он просто бежит дальше. Он готов убивать. Плент, все что угодно, но не человека, который на него даже не смотрит. Это просто невероятный матч, если честно. Сказать, что здесь пот, это ничего не сказать, потому что в действительности пота нет. Здесь скорее две команды, которые ошибаются по очереди, и у них, наверное, даже пари какой-то между ними есть, кто больше накосячит. Но мы видели как зловещие ошибки от игроков пати, так и от игроков картин-плей. Но самое интересное, что ситуация 3 в 5 для игроков защиты, она все равно играбельная, даже несмотря на то, что раунд, так сказать, выигрывается. Ну что, я жду четвертую овертайм. Не знаю, как вы, потому что здесь 3 в 4, и богом клянусь, наверное, сейчас бомба точно где-то... А, нет, казахи все-таки вспомнили про бомбу. Один из, наверное, фактов казахского КСа, после наблюдений за командой пати, они любят бомбу оставлять в респе каждого. Что ж, 2 в 3 ситуация, размер на пленте. Рис просто не справился здесь с таким же квалом игроков нападения. Галантис последний, ну и соотечественники ему просто не дают выйти с жангла. Выжидает молотов, проход в яму не попадает. А дальше Зевс, небольшая Зевская прыжкова, так на 20 кп. И... Что ж, друзья, это ГГ. Через несколько минут к вам ворвется Гомер. Вы будете смотреть с ним оставшиеся 3 матча группа. Пожелаем удачи Гомеру, командам и побольше вам, уважаемые зрители, интересных овертаймов в сегодняшнем игровом вечере.